Всем привет! В эфире РВК Live, наш новый канал, где мы общаемся с экспертами РВК на разные интересные темы. Сегодня у нас в гостях Катя Петрова, директор корпоративного акселератора GNS, которая нам сегодня расскажет о том, как стартапам ужиться в современном мире и современных условиях. Катя, привет! Привет, Дима! Катя, смотри, тема нашей сегодняшней с тобой разговора, лекции, скажем так, это жизнь стартапа в новой экономической реалии. Пандемия уже сказалась на всей мировой экономике, не обходится стороной и высокорисковые бизнесы, разумеется, стартапы. Расскажи вообще, какие меры предпринимаются сегодня для поиска, самое важное, международных проектов, потому что по факту границы закрыты, перелеты тоже закрыты. Вот как вы с этим боретесь, сталкиваетесь, потому что у вас есть также международное направление. Вот можешь пару слов рассказать об этом? Да, конечно, на самом деле для нас, как для акселератора, это тоже достаточно новый экспириенс в нашей жизни, потому что у нас, как минимум, сейчас есть два партнера, с которыми мы работаем в международном направлении. Первый – это Клябинский трубопрокатный завод, мы с ними закончили буквально неделю, у нас отбойки проектов. И у нас там высокие КПИ, это 75 иностранных проектов, которые должны подать свои заявки. Собственно, вся основная масса заявок иностранных пришлась как раз на момент, когда у нас началась пандемия. Для нас действительно это было сложно, потому что мы привыкли проводить все мероприятия, выезжая на конкретную площадку, общаясь с проектами, представляя наших корпоративных заказчиков, потому что действительно очень важно донести до каждого проекта ту важность и необходимость, почему тот или иной заказчик выходит для работы с проектом. И, собственно, мы оказались действительно очень сильно отрезаны от площадок, от общения. И совместно с нашим партнером приняли решение, что мы все проекты будем рассматривать в Скайпе, потому что действительно очень важно понять, насколько проект целевой и донести до него, почему нам важно с ним работать. Поэтому мы все свои коммуникации стали переводить в Скайп. Достаточно большой был интерес со стороны проектов работать в СТПЗ, и мы тем самым смогли привлечь не только отраслевого заказчика внутреннего технологического директора, но и также сопутствующих экспертов внутри СТПЗ, которые посмотрели сразу достаточно широко на пробе проектов. Сложности, с которыми мы вот в данном кейсе сталкиваемся, они связаны в основном с тем, что многие стартапы международные тоже зрелые взрослые бизнесы, и они сейчас больше ориентируются не на пользу дополнительных клиентов, которые, ну как бы для них являются на самом деле таким вспомогательным бизнесом. Они в большинстве не сейчас концентрируются на основной линейке бизнеса, которую они выпускают, и стараются улучшить какие-то технические характеристики своего проекта. Поэтому не готовы тратить время на подачу заявки, и поэтому нам приходилось в точном режиме очень много коммуникаций с ними вести, объяснять, что это сейчас очень важно. Если вы хотите найти нового клиента после кризиса, важно сейчас вложить свое время в этот процесс. Второй клиент — это государственная транспортная лизинговая компания. Здесь для нас, наверное, более сложный кейс, потому что мы уже прошли этап экспертизы, мы сейчас оказались в моменте тестирования и проведения пилотов. У нас в акселераторе два проекта, один из Финляндии, один из Израиля. Проекты технологические, не IT, и мы сейчас сталкиваемся с такой проблемой, когда нам нужно оба проекта привезти и сделать пилот совместно с РЖД. Это значит, чтобы привезти, установить конкретные батарейки на вагоны и дальше провести пилот в формате, когда этот вагон будет ездить на определенное количество расстояний. Вот, поэтому тоже, что мы делаем, мы сейчас пытаемся все консорта проектов с этими проектами прописать максимально подробно, отдать на экспертизу, удаленную нашим коллегам в РЖД, и после того, как закончится, соответственно, история с вирусом, надеемся, что все-таки мы эти пилоты проведем, но, по крайней мере, нам дает возможность вот эта работа в онлайне провести более детальный анализ. Вот, кстати, про работу онлайн. Я, насколько знаю, у тебя большая команда, которая работает с тобой в акселераторе, и это как раз большой плюс, когда заказчики обращаются к вам, и вы можете в различных направлениях своими силами использовать все ваши ресурсы, помогать им. Вы проводите какие-то консультации, может быть, лекции для стартапов, для тех бывших выпускников акселератора. Вот как выстроена здесь работа тоже, если есть чем поделиться, было бы здорово. Да, сейчас мы тоже, на самом деле, когда поняли, что ребятам очень тяжело, и мы видим то, как наше государство пытается поддержать и придумать различные меры поддержки среднего и малого бизнеса, мы поняли, что мы, как акселератор, конечно, возможно, не имеем такого широкого спектра ресурсов, но тем не менее, те компетенции, которые сейчас собраны в команде Generation S, плюс достаточно большой пул наших экспертов и партнеров, они действительно могут помочь ребятам не убить свой бизнес, а наоборот, выйти в тот кризисный момент, который существует, и, возможно, после него быть более активными. Что мы делаем? В первую очередь, мы, как Generation S, сейчас собираем реестр и будем делать отдельный небольшой рекорд, в котором мы обозначим все технологии, которые есть среди выпускников Generation S. Эти технологии планируем представлять и на российском, и на международном рынке на уровне государств, чтобы наше государство понимало, что этот пул проектов есть, и в случае, если необходимо, к ним можно будет обратиться для того, чтобы они свои продукции могли закрывать посткризисные какие-то последствия. Поэтому мы максимально их стараемся подсвечивать. С другой стороны, мы понимаем, что все равно активность за рубежом достаточно большая с стороны фондов инвестиционных, они обращаются к нам и спрашивают, есть ли в России технологии, которые можно инвестировать, потому что достаточно большой объем денежных средств все равно существует в портфеле. Поэтому мы делаем отдельную подборку таких проектов, тем самым помогая нашим индустриальным заказчикам эти проекты подращивать через дополнительные инвестиционные инструменты. И третий момент, который тоже для нас является очень важным, мы понимаем, что РВК все равно это институт развития, в котором сосредоточены практически все госпрограммы, и мы понимаем всегда на волне, где тайленная госпрограмма открывается, где есть доп. финансирование, поэтому мы тоже собираем реестр таких программ и всегда, практически еженедельно, наших выпускников информируем через два канала, это группа в Фейсбуке выпускников Generation S и ньюслеттер Generation S, с помощью которого они могут красивую информацию получать. А тот, кто заинтересован, уже индивидуально в команду обращается. Спасибо большое. Мы обязательно прикрепим ссылку на видео и лекции, которые делает команда GNS, и вы всегда сможете их посмотреть с более подробной информацией, с советами и теми действиями, которые необходимо предпринять. Катя, еще такой вопрос скажи. В принципе, ваши клиенты, бывшие, текущие, ты не видишь тенденцию вообще пересмотра, поиска стартапов, может быть, поиск более связан с искусственным интеллектом, бигдата, текущая ситуация экономическая, есть ли какие-то потребности в других каких-то новых направлениях? То есть, например, изначально у вас задача была искать прорывные технологии в одной области, а тут резко у них поменялась, соответственно, вселенная, и они начали у вас запросы на другие проекты. Но вот здесь, на самом деле, из тех, с кем мы сейчас активно общаемся, опять-таки, это не только Россия, но и другие зарубежные страны, мы видим, что большой акцент на цифровизацию по-прежнему, потому что цифра, она сейчас очень актуальна во всех практических направлениях применима. Вторая история, которая не всегда развивалась, ну так я бы сказала, в спокойном режиме, сейчас в более агрессивном, это все, что связано с индустриальными технологиями. Сейчас мы понимаем, что все равно бизнес, который работает в направлении металлургии, в направлении сельское хозяйство, медицина, они все равно нуждаются в каких-то технологиях, которые могут после кризиса их бизнес на рынке сделать более устойчивым. Например, в медицине сейчас действительно очень много запросов на технологии в плане тестирования новых видов вируса, и только вирус, да, там тот, который сейчас есть, коронавирус. И также очень много сейчас запросов на создание новых лекарственных препаратов, потому что мы понимаем, что текущая реальность диктует тоже свои определенные запросы к технологиям, и мы не знаем, в какой момент жизни мы получим тот или иной вирус или какую-то новую болезнь, от которой человечество нужно будет защитить. Поэтому вот, судя по медицинским компаниям, они сейчас смотрели, стали смотреть на новые форматы или формулы лекарств. Ну, это логично в текущей ситуации, надо быстро предматривать свою политику и бизнес-историю, чтобы быть в тренде и понимать, что будет дальше. Кать, вот еще у меня такой вопрос последний. В принципе, ты достаточно признанный эксперт в акселерационных программах, да, ты давно уже ведешь и курируешь наш крутой проект Accelerator Generation S, вот ты как эксперт, какие бы реально дала сейчас советы, может быть, два-три совета стартапу, вот, не потеряться, не разочароваться, не закрыть свой бизнес, а продолжать, наоборот, действовать, не читать все эти статьи, когда инвесторы не хотят больше давать денег стартапам и так далее, а действительно верить в себя и продолжать работать. Буквально два-три совета, мне кажется, это как раз было бы очень здорово, если бы ты им дала. Да, я, наверное, буду здесь рассуждать с позиции не самого крутого проекта Accelerator, потому что мы своего рода, как я всегда говорю, тоже стартап, и поэтому мы сейчас как стартап тоже пытаемся найти разные варианты того, как нам дальше расти, не реагируя на все текущие ситуации, поэтому через призму этого, наверное, первое, что мне бы хотелось посоветовать, действительно искать новые каналы и выходы и варианты развития своего продукта, не останавливаться, потому что мы видим даже по технике, по нашим текущим выпускникам, что многие из них начинают переупаковывать свой продукт под необходимости рынка. Поэтому здесь очень важно чувствовать и понимать, где есть основные точки входа для развития этого продукта. Второе, на что действительно важно обращать внимание, это придумывать инструменты, с помощью которого о тебе узнают на рынке. То есть обязательно выходить на различные институты развития, акселераторы, инкубаторы, писать про свой продукт, говорить, что этот продукт действительно способен решать текущие проблемы и задачи, которые ставятся на уровне государства и которые диктуются на уровне вообще, в принципе, различных стран. И чем проактивнее твоя позиция, тем больше вероятность того, что твой стартап будет замечен и после кризиса ты действительно сможешь очень активно развиваться. Кать, спасибо тебе большое. Я уверен, что всем было интересно, как ты нас сегодня смотрел. Уверен, что наш разговор не последний. Так что всем спасибо, кто сегодня нас смотрел. До скорых встреч. Всем пока. Пока. Спасибо. Удачи. 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 Продолжение следует...